Продолжение следует... Спасибо. 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 Ребята, чтобы в зале это такая традиция. И еще, помните зрительный заль как нужно. Давайте раз, два, три, сбора! За счастье! За счастье! За счастье! Валерий Курас 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 Пожалуйста. Здравствуйте. Мы начинаем показ самостоятельного работа лет на первую очередь. Художественный руководитель Владимир Анатольевич Сашин. Прибедительное просьбо. Отключите средства обмена. Спасибо. Антон Павлович Чехов. Предложение. Иван Васильевич Логов, Михаил Валютин, Наталья Степановича Лукова, Томрико Ассадов. Иван Васильевич Логов, Михаил Валютин, Наталья Степановича Логов. Иван Васильевич Логов, Михаил Валютин, Наталья Степановича Логов, Михаил Валютин, Наталья Степановича Логов. А чего вы у нас так долго не были? Садитесь, садитесь. Хотите завтракать? Нет, благодарю вас. Я уже кушаю. Погода некорректная, неправда ли? Что везде такой дождь шел, что рабочие везде ничего не делали. А вы сколько копейно красивее? А я без мать ничего нечего и смесила весь лук. А теперь так боюсь, так переживаю, как у всего веселье я тебя не сгнила. Лучше много, конечно, подождать. Вот я не видел. Вы, кажется, во фраке. Вот новость. А вау, что ли, едете? Мне же против, но похорошели. Правда? Зачем это не правда? Видите ли, уважаемая Наталья Степановна, дело в том, что я решил запросить вас выслушать меня. Вы, конечно, удивитесь и даже рассердитесь, но я ужасно холодно. Что делать? Ну? Я постараюсь быть краток. Видите ли, уважаемая Наталья Степановна, я давно уже, с самого детства, знаю ваше семейство. Род Ломовых и род Чебаковых всегда находились в дружественных и, можно сказать, даже родственных отношениях. К тому же, как вы изволите знать, моя земля граничит с вашей. Я говорю про те Воловьи ушки, что граничит с вашим Березняком. Лена Матриевна, я вас не люблю. Подговаривайте мои Воловьи ушки. Да, разве они ваши? Мои? Ну вот еще. Володьи ушки наши, а не ваши. Нет, вы ошибаетесь, уважаемая Наталья Степановна. Они мои. Это для меня новость. Откуда же они ваши? Как откуда? Я говорю про те Воловьи ушки, что граничит с вашим Березняком и Горелым Болотом. Да, 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 они наши. Нет, вы ошибаетесь. Охомнитесь, Иван Васильевич. Давно ли они стали вашими? Как давно? Насколько я себя помню, они всегда были нашими. Это положим, извините. Из бумаг это видно, уважаемая Наталья Степановна. Видите ли, дедушка, дедушка вашего батюшки взял у моей тетушки бабу в землю, потому что сжег для нее кирпич. Крестьяне дедушки вашего батюшки пользовались этой землей лет сорок и как бы привыкли считать их своей. Потом же вышло положение... И совсем не так, как вы рассказываете. И мой дедушка, и мой прадедушка считали, что ихняя земля доходила до Горелого Болота, а значит, балобинушки злые и есть и наши. Я вам бумаги покажу? Нет, вы просто шутите и не тратите. Меня не правда, Иван Васильевич? Извините, но я даже ушал в своем неверии. Умоляю вас. Мне недорогие девушки. Нет, нет, нет. Тем более, на всего каких-то пять-десяти и стоят они каких-то триста рублей. Но меня возмущает несурведливость. Говорите, что угодно, а несурведливость я тебе терпеть не могу как вам угодно. Мне, уважаемая Наталья Степановна, Лужков не надо. Но я из принципа. Если извоните, я вам их подарю. Я и сама могу вам их подарить. Тем более, они мои. Что ты споришь, даже не понимаю? Знаете, Иван Васильевич, до сих пор мы считаем вас своим другом, соседом. В прошлом году мы даже давали вам свою молотилку. И через это нам самих пришлось замолошивать свой хлеб в ноябре. А вы просто боитесь с нами. Как с цыганами. Дадите мне мою же землю. Извините, но это не по-соседски. Это даже детность. Если хотите. Значит, по-вашему, выходит, что я узел паток? Извольте. Я нищих земель не крал. И никому меня в это будет приказать не позвонит. Воловьи, ружки, мои. Наши. Хоть вы два дня на нас выйдете. Хоть на день и пятнадцать, брат. А не наши. Наши! Наши. Вашего я не хочу. И своего терять не желаю. Как вам обо одного? Воловьи, ружки, мои. Понимаете? Мои. Наши. Мои. Я вам докажу. Сегодня же пошли дайте ружки своих козырей. Что с... Я говорю сегодня, что будут мои козыри. А я их в шею. Не смейте. Воловьи, ружки, мои. Наши. Мои. Наши. Мои. Не кричайте, пожалуйста. Можете кричать и хребеть от злобы у себя дома. А тут прошу держать себя в границах. Если бы не это страшное, мучительное сердцебиение. Если бы жилы не стучали бы у меня в висках, я бы разговаривал бы с вами иначе. Воловьи, ружки, мои. Наши. Мои. Наши. Мои. Шварц, тень. Принцесса. Анастасия Ксеньева. Ученый. Игорь Рог. Конечно, мир устроен намного разумнее, чем кажется. Еще немного, дня два-три работы, и я смогу понять, как сделать всех людей счастливее. Спасибо вам за все. За то, что родились и живете тогда же, когда и я. За то, что выбрали этот дом. Что бы я только мог делать, если бы вдруг не повстречал вас? Страшно подумать. Вы говорите это наизусть. Я... Я... Продолжайте. Вы заговорили со мной? Вы сами сочинили все это? Или заказали кому-нибудь? Простите, но... Голос ваш так поразил меня, что я ничего не понимаю. Вы довольно ловко увиливаете от прямого ответа. Пожалуй, вы сами сочинили то, что говорили мне. А может быть, и нет. Ну хорошо, оставила. Не скучно сегодня. Как это у вас хватает терпения целый день сидеть в одной комнате? Это кабинет? Простите. Это кабинет? Или гостиная? Или гардеробная? Или одна из залов? Это... Это просто моя комната. Моя единственная комната. Вы нищий? Нет, я ученый. У вас очень странное лицо. Чем же? Когда вы говорите, то кажется, будто вы не лжете. Я и в самом деле не лгу. Все люди лжицы. Это неправда. Нет, правда. Может быть, вам не лгу. И у вас всего одна комната. А мне лично лгу. Мне жалко себя. Вас обижают? Кто? Вы так ловко притворяете с внимательным и добрым, что мне хочется пожаловаться вам. Вы так несчастны? Не знаю. Да. Почему? Так все люди негодяи. Не говорите так. Так говорят только те, кто выбрал себе самую ужасную дорогу в жизни. Они, пожалуйста, губят, давят, грабят, клевещут. Зачем кого-то жалеть? Ведь все люди негодяи. Так значит, не все? Нет. Хорошо, если бы это было так. Ведь я ужасно боюсь превратиться... В лягушку. Как в лягушку? Вы слышали сказку о царевне лягушке? Ее неверно рассказывали. На самом деле все было иначе. Я это знаю точно. Царевна лягушка моя... Тетя. Тетя? Да, двоюродная она. Рассказывали, что царевна лягушка поцеловала прекрасный человек, который полюбил ее, несмотря на безобратную наружность. И от этого царевна лягушка превратилась в прекрасную женщину. Да? Да, насколько я помню. На самом деле. Тетя моя была прекрасная девушка. И она вышла замуж за негодяя, который только притворялся, что любит ее. И поцелуи его были так холодны и отвратительны, что в скором времени прекрасная девушка превратилась в холодную и отвратительную лягушку. Нам, родственникам, это было очень неприятно. Это ужасно, не правда ли? Да. Это очень грустно. А что, если и мне суждено это? Мне ведь придется выйти замуж. Вы, наверное, знаете, что не все люди не хозяева. Совершенно точно знаю. Ведь я историк. Так было бы хорошо. Впрочем, я не верю к вам! Почему? Вообще, я никому и ничему не верю! Как вы можете так говорить? У вас такой здоровый цвет лица, такие живые глаза. Ничему не верить, так ведь это смерть. Я все понимаю. Все понимать, это тоже смерть. Все на свете одинаково. И те правы, и эти правы. И в конце концов, мне все безразлично. Все безразлично? Так ведь это еще хуже смерти. Господи, как же вы меня огорчили! Мне все равно. Стоп! Нет. Мне не все равно оказывается. Теперь вы больше не будете каждый вечер смотреть на меня? Буду. Все не так просто, как кажется. До этого мне казалось, что ваши мысли так же гармоничны, как и вы сами. Но вот они передо мной, и они совсем не те, что я ждал. И все-таки... Все-таки я люблю вас. Любите? Я люблю вас. Ну вот, я все понимала. Мне все оказалось безразличным. А теперь все перепуталось. Я люблю вас. Уйдите. Нет. Нет, уйдите и закройте дверь. Нет, Лёвка. Но если вы завтра осмейтесь, осмейтесь, не прийти сюда, я прикажу. Нет, я просто огорчусь. Я ведь даже не знаю, как вас зовут. Меня зовут Христиан Теодор. До свидания, Христиан Теодор. Не улыбайтесь. Не думайте, что вы ловко обманули. Не огорчайтесь. Я говорю это просто так. Когда вы сказали вот так вот, вдруг прямо, что вы любите меня, мне вдруг стало тепло. Хотя я вышла в кисейном платье. Не смейте говорить со мной «довольны». Если я услышу еще хоть слово, я заплачу. До свидания. Какая несчастная девушка. Сударь. Ну вот. Мне казалось, еще миг, и я все пойму. А оказалось, еще миг, и я запутаюсь совсем. Но я уверен. Я уверен, все кончится прекрасно. Вам мило. Прощание в июне. Таня. Канила Цимашенко. Колесов. Артем. Добрый вечер. Добрый вечер. Не знаю. Ого. Добрый вечер. Что значит, Ого. Комплимент. Не странно, у вас континент. Девушка, а куда вы едете, если есть некая? Но. Нет? Ну, сдачи на конце. Тоже. Куда же вы едете-то, а? Неужели в театр? А, все ясно. Куда вы этого еще сами не знаете? А раз так, кто написал? Встает. Нет. А чего вас пригласили? Молодой человек, спасибо, но пригласите кого-нибудь другого. И вообще мне не впреди с вами разговаривать. Неправда. Вы сколько раз прочли афиши? Скажите честно. Внутри. Ну и что? Ну, вот видите, вам скучно. Мне не скучно. Просто я смотрю, куда завтра пойти. А сегодня? Сегодня куда вы хотите? На танцы? На концерт? На массовое гуляеме, да? Молодой человек, все это завтра. Почитайте авт. В парке тяжелее. Да чепуха. Слушайте, мы откроем все это сегодня. Я вас приглашаю. Да, вы мне приглашаете. На свадьбу? На свадьбу. На первый случай я приглашаю вас на свадьбу. На свадьбу? Прямо сейчас. Да не верно. Как вас зовут? Мастер-пимин. Есть умнение. Да зачем он и вам? Я скажу, а вы сразу и забудете. Почему? Ну, вы да торопитесь. Конечно, не все забывайте. У меня хорошая память. Не хваститесь? Нет, в самом деле. У меня приличная память. Приличная память. Ну, отходите, проверьте. Давайте проверьте, давайте. Ну, вы отвернитесь. Отвернусь. А теперь скажите, кто приехал к нам на кастраду. Жанна Галашурова. Эстрадная певица. Ну, правильно. А кто вместе с ней? Не запомнили? Вы портрет-то хотя бы ее запомнили? Как он выглядит? Прекрасно выглядит. Улыбается. Значит, она вам нравилась. Интересная женщина. Вот и пригласите ее на свадьбу. А вы? Вы отказываете? Ну, это сейчас серьезно. Что? Я про приглашение на свадьбу. С полной ответственностью. Видите, женщина мой друг, и на свадьбу я обещал прийти с самой симпатичной девушкой. Слушайте, я не стал вас зададить. Неужели меня помилете? Ну как? Ну, нас ждут. Нас? Знаете, дупы. Меня куда, нас ждут. Что, мое 18? Комнат 40, да? Ну? Ну, соглашайтесь, я ручаюсь. Скучно не будет. Нет. И потом меня тоже ждут. Жаль. Придется тогда пригласить артисту голосу. Счастливо оставаться. Счастливо, но веселись. Девочка, а давайте познакомимся. Девочка, Николай. Фамилия Голицына. Таня. Татьяна Петю. Татьяна. И все же, Танеч, зря вы от свадьбы откажете. Пожалеете, Таня. Ничего, Николай. Пережим, ну как-нибудь. Ну, смотри. А то приходите, сказать. Комнат 42. Запомнили? Ну как? Вы опять меня приглашаете? Да. А Голошу, ну как? Приглашаю вас, Голошу. Что-то такое. Сварь. Роза. С вечера до полудня. Нина, Кристина Ташкевич, Лёва, Антон Курак. Кристина Ташкевич, Лёва, Антон Курак. Продолжение следует... 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 Мужчины переживают по-своему. А реветь все равно не надо. Вот. Может быть, если я сейчас не ревела? Взяла? И убила. Спи, Лёва. Цвета. Нина. Спи. Мораль идиот. А, Набука. Спи. Ну, как тебе хочется. А тебе так не хочется, да? Знаешь, какая главная разница между нами? Вот. Я здесь, в Москве, со своими проблемами, со своими... со своим этим неуютным домом и чувствую себя рядом с Богом. Ты среди своих машин, порядка. Думаешь, что и сам. Вот. Шукшин. Ваня, ты как здесь? Роня. Георгий Селиванов. Режиссер Евгений Кунцевич. Присадок. Проходите. Режиссер вас ожидает. О. Добрый. Присадок. Присаживай. Дай посылай. Прокопий. Траекторист. Ага. Любите кино. Ничего. Редко, правда, бывает приходится. А что ты? Да ведь летом почем все время в бригаде. Зимой на кубах. А что это такое? На лесозаготовки. Жена-то и до дома на ремонтах, а холостёшь, вроде меня, на кубы. Чай будет? Если можно. Так. Смотрите, какой у нас. У нас в фильме есть один описок. В нём молодой парень из деревни приезжает в порт. Ну, в поисках лучше. Приезжает в порт и находит там знакомство. А знакомство, понимаете, такое, ну, шампочное. Молодая семья, городская, приезжал к нему летом в гости, и останавливался у него в доме. Это понятно. Понятно? Понятно. Дальше. Городская семья недовольна приезда в парень. Ну, лишние волокиты, ментопства и так далее. Это понятно. Как же так? Сами жили, ничего. А как к ним приехали, не нравится. Ну, бывает. К тому же, они им так же показывают, что недовольного приезда. Тут, понимаете, всё сложнее. Ну, давайте пробовать. Значит, слова на ходу приедем. А как? Входите в дверь, где памятник будет не я, а те самые ваши городские знакомые. Ну, хозяева. Только главное помнить. Ведите себя как Бог на душу. Но вы не брони, а тот самый Тимиренский парень. Ну, назовем его Иван. Попробуем? Давай. Здравствуйте. Надо постучаться. Давай ещё раз. Давай ещё раз. Да, да. А где звёздить? Я ж здоровался. Мы ж снова начали. Ещё раз. Да. Да. Здравствуйте. Иван. Каким ветром. Привет. Как же духа. А чё ты радуешься? Тебя увидел. И тоже обрадовался. Да. Разве ты не заметил, что я одновался притворным? А чё тебе притворяться? Я же ещё не сказал, что буду у тебя ашать. Может, я так. На часок. Ну. Верный аппетит. Давай ещё раз. Да. Здравствуйте. Иван. Каким ветром? Как же духа. Да ничего. Ты присаживайся. Ты как, по телам портали совсем? Совсем. А жить где будешь? У тебя? Вы ведь у меня жили. Теперь я у вас поживу. Нет. Что-то у нас не выходит. Понимаешь? Сразу быка за рога взяли. Тут... Тут тоньше надо. Не приеду. Давай обувь творится. Я недоволен, что ты приедешь. Ну как будь добра. А ты недоволен. Нет. Точнее, ты доволен. Но ты не заметил, что я недоволен. Тоже радуешься. Попробуем? Попробуем. Мне, честное слово, глянется такая работа. Если в моей деревне меня уведят в кино, это будет огромный удар по нашему клубу. Его по бремушку разнесут. Почему разнесут? От удивления. Меня же в руках вынесут. Ага. Ну давай пробовать. А то как бы меня потом тоже из одного дома не вынесут. Какая лень. Да! Здравствуйте. О, Иван! Какие лета? А тебя как зовут? Допустим, Николай. Давай снова, а? Говори, Вань, ты как здесь? Ага. Вань, ты как здесь? Нет. Ты вот хлопни себя, так и скажи. Вань, ты как здесь? Ага. Стоп! Я не видел, что ты догадываешься о моем настоящем чувстве. Я же уже недоволен Иван. 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 Хотя... Ладно. Давай попробуем еще раз. Но ты следи за мной внимательно. Присаживайся. Ты что, совсем портили по делам? Совсем. Хочу на фабрику устроиться. А жить где будешь? У тебя. Будем телевизор вместе смотреть. Да, но у меня тесновато, но... Проживем. В тесноте не в обиде. Да стоп! Ну ты же видишь, что я уже мрачнее тучи, а ты все улыбаешься. Ну и бред с тобой, что тебе не нравится. Проживу нас две недели. Устроюсь на работу. Переберусь в общагу. Ты будешь снимать, понимаешь? Давай другой снимать. Вот я приехал. И откуда руку? Из колонды. А вы хотел бы действительно делать такие санкции? Черт я... Не думал об этом. Честно... Мне у нас больше глянется. Вот подхожу я этому парню. Ну как тебе сказать? У нас есть сценарий. Тут другой парень написан. Ну... А вот притворитель ты смог? Ну-ка давай попробуем. Вот... Они плохие люди. Черт с ним. Тебе-то действительно негде жить. Негде же тебя обратно в деревню. Вот... Давай попробуем. Еще раз. Только помню. Да. Да. Ну я ж показываю. Щас спущусь. Ой, подожди пять минут, хорошо? Не слышаются? Кого? Меня? Ну... Подожди. Мы продолжаем наш показ. Если во время перерыва вы включали свои средства мобильной связи, просьба отключена. Спасибо. Астрид Финкер. В петле ничего. В петле ничего. В петле ничего. Анна Алёкина. Спасибо. Игорь Терминий redirect Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, теперь я все мокрая Ой Вы все это время были здесь и ничего мне не сказали А я, а знаете, я ищу свой дом Вела курица, знаете, я такой дом вела курица Вы знаете, что ж вы всему, надо познакомиться Вот тут, как вас зовут, подскажите, как вас зовут А вас так зовут, а вас так зовут Что ж вы такие все невежные Ничего, я научила знакомиться Смотрите Протягивайте правую ногу Веже поткнетесь пятками И произносите своими, вот так Попилот, вентуаль, а я Вольтердиле, крестинадо, я проведу Вольтердиле, ничего А по отчеству Откроименно Мы будем знакомиться Вы не знаете, где мой дом И я не знаю, где мой дом Я не знаю, вы не знаете А кто что-то знает А я знаю, кто знает Господин полицейский знает Господин полицейский, а вы не подставите, где мой дом Девчонки, я не знаю, где мой дом Я вообще даже понять не имею Но господин полицейский, я знаю, что вы все-все-все-все на стене знаете Ладно, загадаю Тебя нужно беруться направо Ай-два И шагнуть вперед Ай-два И тонкий перезон забудет мой дом Спасибо большое, господин полицейский Буду следовать вашим советам Все, Пойпи Пора сходиться на лошадь И ехать домой Теперь мы знаем Какая красивая бабочка Какая мы красивая Мы никогда не было таких Ай-два Какая ты прекрасная Ты, наверное, спешишь на какой-нибудь рынок Не буду тебя останавливать Пока Поймай-два Нам устало всего сделать несколько шагов работы Что ты Уважаемый Тойпи А можно продолжить нашу встречу в следующий раз? Спасибо Ксения Драгунская Яблочный бог Ани Фомина Кристина Соколова Шура Дрозд Софья Шастун Август Николай Варенцов Я трудно петь Между прочим, пишут За которые можно пойти хоть на краю в дубле Правда, там всего один заболдыгок Который железный А остальных еще трудно Я это то запишу, то вычеркну То снова запишу Дружусь, день и ночь Что? Ты сам бы женился Это просто греб какой-то из женихи Хочешь, не хочешь Любишь, не любишь Ну а свадьбу То есть твои обязаны Для нас Для друзей Тогда я прощаю Мужчина Не отталкивающий на руки А жилплощадью обеспечен Ноги верит Скрытит баранье Рас А пойди если будь Ой Машина какая-то приехала Ну ежели ко мне кто-то в гости приперся Пронеси, господи Так и есть Это Шуроков Довеси его дашь, Васильевич Все, папа, пейки Тебе присвоим Папа-папа-папа Аня 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 Прям голова кружится Ты что, это жаркость Помнишь, я тебе про него рассказывала? Он член Восточной Лиги Белых Магов Ух, это сенс Кажи, что он по-моему Я не хочу Ты что у нас перед прожившем? Ах, будь ты иди к нам Такой чудный Он все-все чувствует Слушай, мы когда с ним встретились в первый раз Он вот так посмотрел мне прямо в глаза и сказал В детстве у вас была мозговая травма А я ведь действительно в пять месяцев упала с налинального столика Чудный, правда? Да А уж Аня Агуст Щитовидка на пределе И поджелудочное барахли Ну так что Тогда давайте Тогда давайте Вину Продолжение следует... Могли бы, между прочим, и взглядом пупырить, и расцепились бы. Экспросенс не намчато. Да ты что, Аня, он очень перенапрягся. Мы по дороге сюда заехали в магазин. Там был такой страшный старик на костылях. Август зарядился и стал с ним работать. Вдруг этот старик как бросит свои костыри, вскочит, как побежит. Только пятки засверкали. Но Август совсем обессилен. Аня, Август, очень приятно. Чур, он мне столько про вас рассказывал, что вы такая, что у вас такой дом. Давайте выпьем. Ну, зарыбал. Ой, опять. Тоже через меня. Мне так неловко. Как не приду в новое место, везде с электричеством проблемы. Такой неудобно. Ну вот. Теперь, по вашей милости, у меня не работает стиральная машина. И холодильник в придачу. Пойдем, подачу воздухом. Ну как тебе? Стоит ли за него походить? Где ты только так и уберешь? Ну, а где же теперь других-то взять? Сейчас не то, что жениха. И свидетеля-то приличного не найти. То псих, то, боже упаси, филолог. Одного покрыть на уме. Вот сзади, правда, было ничего, да? Ну, такой был попрошайкий. Просто ужас. Нельзя было с ним по улице пройти. То ему купи, это купи. Так и тянет в каждую лапку. А Сливкин? Сливкин был, помнишь? Но Сливкин змеи в войне собирал. Вот Мурват. Мурват совсем подходящий. Помнишь, норвежец? Да помни. Только не норвежец, а араб. Не араб, а пир. И еще там, вернее. Жил в Норвегии по большому паспорту. Курды не виноваты, что у них нет своей государственности. Да может, он же террорист. Он людей гостил налево и направо. У него руки по плечу крови. Главное, это национально-освободительное движение. Ну и уходила бы за него. Шла бы с ним партизанскими драпами. Да мне просто завидно. А что мне завидно? Мои женихи лучше, чем твои. Да мои такие же психи. Только у них денег побольше. И у кого денег побольше? У твоих этих писателей вонючих. Ни гвозди петь, ни пьесы написать. А ты в большинческой раздевалке подглядывала? А ты в школе-учителе-ботанике-любоглезаписки писала? В смысле? Ты не сердишься на меня? Нет. А ты на меня. И анти... Анька, ты такая умная. А этот август действительно маразмать. Он у нас дома такое натворил. Электричество порой сюда-то. Он взял с лечить моего дедушку. А с дедушкой что? Ну с дедушкой у меня проблемы. Видит он очень плохо, соображает так же. Все забывает, путает. Однажды вместо сметаны клей в суп положил. А пошел на демонстрацию седьмого ноября. Так заблудился. Три дня не поглядеть. Он пенсионер, что ли? Да куда там работаешь? Поваром в детском садике. А, ну что, вылечил его. Не понимаешь, он кое-что вспомнил. Например, где оставил проездного на трамвайзе ноябрь 74-го. Ну то есть какие-то улучшения были? Ну пусть и кошка моя совсем облысела. И у мамы цветы завяли по всему. Вот что ты так и сделала. Хорошо, что еще не спел ничего. Мы не говорили. Правда, у соседки моей молоко пришло. Помнишь, Алиса такая высокая? Ну, помню. А кого она родила? Да знаешь, так толком никого и не родила. Но молоко пришло. За то, что ты непонятно кого в дом дашь, тебя просто... Раз, два, три, четыре, чтобы мать не любили. Раз, два, три, четыре, пять, чтобы с мальчиками. С мать. Шу. Ну давно я тебе говорила, что семейная жизнь никого до добра не ведет. Так, помнишь, Алика, да? Да, какой был красавец. Два метра роста. Глаза голубые-голубые. А женился? Хромой, скукоженный, ну уж слов связать не можешь. Вот куда приводят свадьбы. Узиир Гаджипеков, Аршин Малалат. Гюльчихра, Камила Тимошенко. Аскет, Мусашин Гуразов. Телин, Софья Канкаус. Велик, Антон Куран. Вот уже третий день хожу по дворам, а так еще не нашел того, чего ищу. Чем кончится сегодняшний день? О, судьба! Помоги мне! Аршин Малалат. Аршин Малалат. Тафта парча бафтай. Эй, Аршин Малалат, иди сюда. А самец, отчего желаешь, сельцу, шелку, барка? Аршин! Ну, расскажи, тюк, посмотрим, что есть у тебя. Семёй, башня. Какая прелесть для юбки. Правду, изгодь, говорит, барышка. Сколько, например, сельцы имеют? Ну, а почем аршин? Почти нары. Двенадцатый миг, где вас можно что-то и полесить. Ну, такое сельцы мы всегда берём по восьми копеек. По такой цене отрежем. Десять. Пожаре, не вас можно. Хватит, хватит. Ах, да, вот здесь ровно десять. Барышка. Двенадцатый миг, где лёгкий, счастливый. Почему-то не лёгкий, а не счастливый. Ну, не знаю. Сердце вас скажет. Барышка. А это не новость, в том деле? Да. Да будет он всегда полон чашек. А кто это за нас в том? Она. Она. Да, блядь, из сегодняшнего дня, дни. Кюльчихра. Пойдём в комнату. Кто придёт дядя и опять... Спасибо. ...поморчать. Мой будь здоровый. И ты мне здоровый. Такой девушки я не встречал. И должно быть и не встречу. А теперь, Аскер, скажи себе, вот моя судьба. И не женись на ней. Суд, он ведь меня не знает. Но он, должно быть, слышал, что я богатый купец. Ах, если бы ещё разок взглянуть на неё. Харшин, молчи, красив. Ну, разве у меня пара? Ну, по-моему, Харшин, молчи, неплохое ремесло. Это почти то же, что я купец. Если бы отец согласился, я бы вышла за него. Но ведь я видела его, он не пришивый, не урок. Лицо мне понравилось. Ну, я с ним что-то благородное. Если бы ещё раз его увидеть. А, прошу прощения, барышка. Не бойся, хану. Ну, кажется, забыл, Аскер, где-то здесь. Ну, если забыл, то он где-нибудь здесь. Наверное, и там. Наверное. Или там. Где-то. А, вот точно так. Ха! Ай, ханам! Ах, как бы я хотел, чтобы у Сутламбека было ровно двенадцать таких ладжерей, как ты. Это ещё для чего? Ну, тогда одну вытолку за хану, вторую за ледя, три за льца, четвёртую за мулу, пятую за среднюю за ледя и организм последнюю за ледя. Ну, и что же дальше? Ну, за меня в небылист. Ведь он в небе, а я простой, ажи молча. Ну, то есть ты не женат? Абсолютно не женат. А дела мои, слава богу, не дурны. Имею кусок хлеба. Ну, и почему же ты когда-нибудь женился? Ну, а как я могу вернуться? Я не женюсь на той, которую я не видел. А из всех, что я видел, только одна пришлась мне по сердцу. Ну, она не выйдет за меня, ведь она дочь в небе. Ну, а ты бы спросила её, откуда знаешь, что на нигде? Твоя правда хануна. Вот я их спрашиваю. Ты выйдешь за меня? Что я? Да, ты ведь та самая девушка. Неужели ты меня с первого взгляда их полюбил? С самого первого. Глаза увидели, а сердце полюбим. Кто за счастья я не знал, Сердце мы, душой скорбя. Кто-то другая изгал, Он наконец нашёл тебя. И я росла здесь в том цветок, 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 Но пришёл ты в мой мужок, И зажал как в груди. Я люблю тебя, я люблю тебя. Я люблю тебя мой спервых, Ты всегда presenting в жизни. Я люблю тебя, я люблю тебя. Я люблю тебя, я люблю тебя. Такая любит тебя, мой свет, Без тебя не живи мне. Николай Лесков, Леди Макбот Мценского уезда, Зиновий Борисович, Михаил Бакиров, Катерина Львовна, Татьяна Труфанова, Сергей Александров Крылов. Сережа. Серёжа, вставай. Кажется, Зиновий Борисович вернулся. Вставай. На балкон, на балкон. Кто там? Твои. Это ты, Зиновий Борисович? Ну, я. Но ты не узнаёшь. Что это? Перед зарей холодно становится. Как живёшь, можешь. Ничего. Самовар что-ли поставить? Встречите, а к синюю сино поставить. Серёжа, сиди здесь. Откуда же сидеть? Откуда же ты бестолковый? Сиди, да, вот и скажи. Что это ты там долго возилась? Сломавар вставила. Ну, как вы это, театр их исхоронили. Да так. Они померли, их исхоронили. Что это за удивительность такая? Да бог его знает. Но вы как тут своё время пробождаете? Наши радости чай всякому известны. По балам не ездим, по театрам столько ж. А словно радости-то у вас к мужу совсем и нет. Да не молоденькие мы с вами, чтобы так без ума, без разума радоваться. Я вот бегаю хлопочу для вашего удовольствия. Серёжа, не издевай. Для чего это вы, Катерина Львовна? В одиноком положении постель надпори разослали. Ну, как же. Вас дожидалось. И на том. Благодарим вас покорно. А вот этот предмет откуда у вас теперь на перинке взялся? В саду нашла. Да и юбку подвязать решила. Да? Слыхали мы про ваши про юбки кое-что. Что, что вы такое слыхали? Да всё. Про дела, про ваши. Хорош. Никаких таких дел на их нету. Но это мы разберём. Всё разберём, Катерина Львовна. Мы эти ваши дела все верять произведём. Да не больно, товарищ Катерина Львовна, и божелива. Что? Ничего. Проехали. Что-то ты больно или чисто здесь-то. А с чего бы мне и не выгрить, чистой? Больше бы за собой смотрела. А нечего мне за собой смотреть. Мало-то вам что длинным языком наязычит, а я должна на собой всякие надругательства сносить. Вот ещё. Не длинные языки. А про ваши амуры-то известно. Про какие такие амуры? Про какие такие амуры? Знаю я. Про какие. Ах, знаете. Так вы и с ней сказывайте. Видно, и сказать нечего. Ну, про кого вам доносили? Кто такой есть мой перед вами полюбовник? Узнаете. Не спешите очень. Что вам? Про Сергея, что ли, что-нибудь напрямую? Узнаю. Узнаю, Катерина Львовна. Нашей над вами власти никто не отменял. И отменить никто не сможет. Сами заговорите. Ненавижу. Ненавижу вас. Ненавижу. Серёжа, пойдём. Пойдём. Ну, вот. Спрашивай. И его, и меня чего ты такое знаешь? Может, чего и по боли ты знаешь, чего тебе хочется? Что это ты, змея, делаешь? Стопами, сбитыми стопами, ходят далями люди странные. И в душах холодно, замерзала до дна, трепетала, жила до устала. Тимбот Кирашин, одинокий в саде. Ерстер, Джамбулат Бабов, его жена, Белла Бокус. Белла Бабов. Тимбот Киракова. Тимбот Киракова. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...